Здравствуйте! Удивительные явления и непознанные законы снова заставляют нас напрячь мозги. Снова ставится под сомнение способность человека докопаться до истины. И если вы чувствуете зов любопытства, то Зуммер с вами, дорогие потребители волевьянки и фосфора. Жизнь заключенная в проводах. Тончайшие ткани головного мозга против глобальных проблем мироздания. Но когда тебе охота снова испробовать процесс мышления, приходят они. Они герои новой реальности. Они не дадут тебе погибнуть, не зная наперед химию этого процесса. Они приходят и включают Зуммер для всех, кому скучно жить в темноте. Зуммер, когда наука говорит тебе ты. Каждую неделю на телеканале Хаба. Спонсор программы – сотовая связь Алтел. Наш мир держится на трех китах. Киты, в свою очередь, плавают в воде. Так вот, цель сегодняшнего Зуммера – выяснить, что такое вода и с чем ее едят. Вода – H2O. Жидкость без запаха, вкуса и цвета. В толстых слоях голубоватая. Плотность – 1 грамм на кубический сантиметр. Температура плавления – 0 градусов. Температура кипения – 100 градусов. Одно из самых распространенных веществ в природе. Занимает 71% поверхности Земли. В воде принадлежит важнейшая роль в геологической истории планеты. Без воды невозможно существование живых организмов. Около 65% человеческого тела составляет вода. Кроме того, вода – обязательный компонент практически всех технологических процессов, промышленности и сельского хозяйства. Вода таит в себе столько тайн и загадок, что специалисты по воде сейчас могут представлять совершенно разные области современной науки. И хотя по нашим понятиям химия – предмет противоположной воде, символу чистоты и натуральности, химики знают о воде очень многое и многое могут о ней рассказать. Вода – это вещество, известное человечеству очень давно. Сколько существует мир, сколько существует человечество, значит, и существует вода. Вода – это источник жизни. Без воды не могло бы существовать все живое на земном шаре. Едиль Ергожаевич Ергожин, директор Института химических наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, доктор химических наук, профессор. Давайте оглянемся назад и посмотрим на значение воды в истории человечества. И, может быть, тогда станет понятно, что вода – вещь природы непонятой, и достоинств ее неизмеримое количество. Происхождение воды остается для человечества загадкой на все времена. Даже Библия не приписывает Богу работу по созданию воды. Он создал все – и свет, и небо, и землю, но только не воду. Дух Божий носился над водою, а Создатель сотворил твердь посреди воды. Поэтому получается, что вода была всегда. Единственное, что с водой ясно, что она не смогла произойти от обезьяны, как человек. Люди всегда пили воду, мылись водой и, возможно, брызгались. Когда человек открыл, что дерево плавает лучше него, он стал путешествовать по воде на плотах, лодках и кораблях. Мне хотелось бы остановиться на некоторых свойствах воды. Вода – очень интересный объект для изучения. Алексей Тимофеевич Лукьянов. Заслуженный деятель науки Республики Казахстан. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный изобретатель. Доктор физико-математических наук. Академик Академии наук Республики Казахстан. Сейчас читает лекции по спецкурсу в университете. Физика открывает все новые и новые свойства воды. И уже ясно, что вода устроена гораздо сложнее, чем процессор самого сложного компьютера. И оказывается, что вода обладает свойством спектральной памяти. Что это за свойство такое спектральной памяти? Если вода на воду, например, я на воде остановлюсь, например, на воду, ну, на другие объекты тоже, подействует каким-нибудь электромагнитным излучением, то вода, приобретя дополнительную энергию, изменив свою структуру, вот, и меняет свои свойства. У нее температура кипения будет уже не 100 градусов, вот, температура замерзания будет уже не 0, и вязкость у нее изменится, и многие другие физические свойства. С точки зрения химика, вода – это элементарная молекула, которая состоит из атома кислорода, соединенной определенным углом двух атомов водорода, казалось бы, самой элементарной, самой известной молекулы. Но в то же время эта молекула до сих пор до конца его секреты не раскрыты. Поэтому его изучают и химики, изучают и физики, изучают и биологи. Поэтому я считаю, что без воды бы не было химической науки. Кстати, несмотря на то, что человек приписывает наибольшую терпеливость бумаге, он постоянно подвергает испытаниям воду. Он ее и облучает, и хлорирует, и уже даже ионизирует. Любой осторожный человек считает, что хлорированная вода – это плохо. А некие умники и вредители продолжают хлорировать и хлорировать воду, которую мы упьем. И нам в голову не приходит, что тем самым они спасают нас от многих бед и болезней. Хлорирование применяется во всем мире. 98% воды, городскую сеть, всего мира обязательно обрабатывается хлором. Анатолий Петрович Прокудин – главный инженер ГКП «Водоканал». Качество водопроводной воды гарантирует и сам пьет воду из-под крана. Хлор, обладая наряду с тем преимуществом, что он наиболее дешевое вещество по дезинфекции воды. Кроме того, он единственное, которое, почти единственное, которое обладает пролонгированным действием. То есть, внеся хлор в воду на источники водоснабжения, мы получаем воду практически консервированную в трубопроводах. И эта вода приходит к вам обеззараженной. Спонсор программы – сотовая связь «Алтел». Однако, если вы любите технические новшества, то можете прямо у себя дома поставить индивидуальную установку по очистке воды на основе ее озонирования. С учетом достижения последних технических достижений, на передний план выходит система метод озонирования воды. А с чем его, так сказать, преимущество по сравнению с другими известными методами? В том, что озон, когда растворяется в воде, убивая всю патогенную флору, которая является в данном случае, приносит вред человечеству, одновременно уходит в атмосферу в виде кислорода. Таким образом, он никаких вторичных влияний на природу не приносит с собой. Вот, скажем, сейчас очень много в воде остается, как Бахат Нурлаевич может сказать, по системе хлорирования, что хлор полностью, так сказать, не растворяясь в воде, мы его допиваем, этот хлор, пьем, и образуются, в конце концов, канцерогенные какие-то вещества, путогенные, которые влияют на организм человека. Весь мир, исключая, наверное, только понастроенные человеком, представляет собой естественный агрегат для очистки воды. И создан этот агрегат, скорее всего, самой водою, и, возможно, даже для нее. Около 1% мировых запасов воды является пресной. Современный человек различает два основных вида пресной воды – газированную и нет. Газированная вода не нуждается в кипячении, но стоит дороже. Негазированная применяется для мытья рук, для кофеварок и водопроводов. Некоторая часть пресной воды, используемая людьми, испаряется. Вся остальная выливается в канализацию неблагодарно и непотоварищески. Замерзая, вода, вопреки законам физики, расширяется и становится легче. А иногда в воде приходится напоминать человеку, кто в доме хозяин, и она устраивает ему наводнения, цунами и столкновения с айсбергами. Спонсор программы – сотовая связь «Алтел». Покрепность населения в воде постоянно растет. Растет и само население, но гораздо медленнее. Однако человечеству еще не угрожает полное исчезновение запасов пресной воды. И проблема опреснения соленой воды тоже решается, например, в городе Актау. Для больших городов, например, таких, где население превышает 10 тысяч, есть крупные города, для них нужны большие источники энергии, как вот, например, атомные опреснители у нас в городе Актау. А для малонаселенных пунктов как раз мы разрабатываем электродиализм, или в науке еще говорят мембранную технологию опреснения подземных соленых бод. Есть такой существенный фактор – это продукты техногенной деятельности человека. Это пестициды, гербициды, различные химикаты, отходы химической промышленности, металлургической промышленности, целинознобумажные и прочее, 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 прочее. И вот основной метод, который принят для обеззаражения этих вод, является сейчас на данный момент хлорирование, ну, в комбинации со всеми остальными методами. Так вот, это уже известно, доказано, как американскими, так и СССР учеными, так сказать, то, что при взаимодействии этих веществ с хлором происходит не разрушение этих вредных веществ, а образование нового класса хлоруглеводородов, которые по своей канцерогенной и токсичной активности на порядок где-то, может быть, даже выше, чем те исходные вещества, которые были в результате техногенной деятельности. А лучше всего дело с пресной водой, кажется, обстоит в Алма-Ате и области. Ведь недаром она в свое время заняла второе место по качеству после Армении. Вода — это тоже полезное ископаемое, будем сказать, которое все меньше и меньше на земном шаре. Проблемы колоссальные с чистой питьевой водой во всем мире. Алматы в этом плане очень повезло. На сегодняшний день при существовании такого огромного мегаполиса Алмата и Алматинской области возможности Сталгарского подземного месторождения используются на 30-35%. Возможности Алматинского подземного месторождения используются на 60-65%. Оксайского месторождения меньше, чем наполовину. Кроме этого, у нас огромное Покровское месторождение, огромное Кигенское месторождение, которое практически еще не используется в подземных водах. Поэтому проблемы нашего региона с чистой питьевой водой подземной не будут. Единственная проблема — это в системе водоснабжения, наверное, будут, потому что в связи с низкой платежеспособностью населения. Вот это вот возможно. Мы совсем не удивимся, если в ближайшее время человечество заставит воду не только давать нам электричество, но и собирать автомобили. Или, может быть, даже подавать нам по утрам кофе вместо нашей дружайшей половины. Возможности воды безграничные. А Азумеру остается только ждать и наблюдать, когда же она выкинет чего-нибудь нового, интересного или научного. До связи. Жизнь, заключенная в проводах. Тончайшие ткани головного мозга против глобальных проблем мироздания. Но когда тебе охота снова испробовать процесс мышления, приходят они. Они — герои новой реальности. Они не дадут тебе погибнуть, не зная наперед химию этого процесса. Они приходят и включают зуммер для всех, кому скучно жить в темноте. Зуммер, когда наука говорит тебе ты. Каждую неделю на телеканале Хаба. Спонсор программы — сотовая связь Алтел. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»